Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ представляют Земля – единственный остров жизни в космическом бесконечно темном пространстве. С каждым годом население планеты увеличивается. И увеличиваются проблемы, с которыми сталкивается человечество. Чтобы исправить ситуацию, всемирный электронный разум решил привлечь молодых людей к решению глобальных проблем на местном уровне. Они все из разных регионов и городов. Они бы никогда не встретились, если бы не одна для всех цель – улучшить этот мир. Детский телевизионный сериал «Сила в единстве». Автор идеи – Дильбар Зиядова Мечты сбываются Автор – Марина Храмова Тихонько. Вот так. Опа-ля. 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 Мечты сбываются Мамочка, вам понравилось? Да, доченька, ты так чудесно поешь. Твой дедушка был очень талантливым исполнителем. Музыкантом, когда он пел, его все с удовольствием слушали. Э-э, только бы он смог сейчас слышать, как ты поешь, его сердце бы радовалось. Э-э, ладно, что-то я о своем, о своем. А пока я заварила нам горячий чай, принесла сладости, твою любимую пахлаву. Сейчас вдвоем сядем, будем пить наш чай. Конечно, мама, а папа дома? Нет, доченька, ты же знаешь, отца утром встал и рано ушел на работу. Алло? Ой, Улукбек? Это ты? Да. Здравствуй. Да, все хорошо. Все мы дома. И Зульфия дома. Только папы нет. Сейчас. Это тебя. Давай подержу. Алло. Привет, Улукбек. Как ты? Спасибо. Я тоже рада слышать тебя. Я слышал, как ты пела. Почему остановилась? Да, мама позвала пить чай. А ты чем занят? Рисую. Сегодня я сказал маме, что хочу, чтобы она отдала меня в обычную школу учиться. Но мама сказала, что там нет необходимых условий. И что обучаться на дому гораздо лучше и удобнее для меня. Не расстраивайся, мама поймет. Я думаю, надо поговорить с ней еще раз. А ты снова сегодня вечером будешь петь? Когда ты поешь, я закрываю глаза и путешествую в дальние страны, представляю себя в разных частях света или просто слушаю твою песню. Конечно. Ты же знаешь, я часто пою. Если бы не музыка, я не знаю, как бы жила на свете. Музыка помогает мне чувствовать ту красоту мира, которую я не могу видеть глазами. Почему бы тебе не организовать дома концерт для друзей? Может быть, для родителей устроишь выступление? А я бы тоже пришел. Мне очень нравится твое пение. Нет, нет. Что ты? Я не готова. Даже не думай. А ты? Ты? Когда ты организуешь выставку своих рисунков? Жаль, я не могу увидеть. Но я знаю, что у тебя добрая солнечная душа. И твои рисунки такие же. Мама мне говорила, что когда была у вас, видела твой рисунок. Она была в восторге. Ну, твоя мама очень добрый человек. И похвалила меня с избытком. Но мне очень приятно слышать. Хотя до персональной выставки я еще не дорос. Мне кажется, какой из меня художник. Зря ты стесняешься. Хотя, я тебя понимаю. Нельзя начинать выставку, если не уверен, что готов. Не переживай. Я обязательно сегодня спою вечером твою любимую песню. Спасибо. Твое пение дает мне вдохновение для рисунков. Себе не обязательно видеть их. Они все полны твоими песнями. Да. Ты и так знаешь, что в моих рисунках. Их можно рассматривать только по твоей пене. Я снова буду ждать сегодня вечером. Пока, Зульфье. Пока, Олукбек. Услышимся. Услышимся. Здравствуйте, друзья. Я хочу поздравить вас с тем, что сегодня задание будет самым особенным из тех, что вам уже удалось выполнить. Каждый из вас уже знает, что оспаривать чужое мнение непросто, а тем более менять его. На этот раз вам предстоит помочь другим ребятам. Им нужно будет преодолеть самое сложное препятствие – борьбу с самим собой. Как это сделать, вы должны решить сами. Но помните, их победа в их собственных руках. Спешите. Какие будут мнения? Я не совсем понял, про что конкретно шла речь. Да, похоже, снова придется голову ломать. Так, и куда мы отправляемся, тоже не ясно. Победить себя самого? Кому это может быть нужно? Есть версии? Я думаю, что это нужно тому, кто сомневается в себе и в своих силах. Да, но таких людей очень много. Как мы выберем того, кому нужно помочь именно сейчас? Да, вопросов больше, чем ответов. Так, давайте рассуждать логически. Многие наши задания так или иначе связаны с каким-то событием, так? Да, правильно, продолжай. Может, запросим справку у глаза будущего? Да, давайте. А заодно спросим, отпустит ли меня папа завтра к другу на день рождения? Я бы тоже у него кое-что спросить хотела. Нет, давайте выполнять задание. Не забывайте, мы здесь, чтобы помогать в первую очередь другим. А во вторую можно помочь себе или нет? Я слышал, что в городе Новои скоро состоится то ли праздник, то ли конкурс. Значит, ребята должны будут состязаться друг с другом. Или с собой. Я понял. Кто-то должен принять участие в этом конкурсе и боится это сделать. Нам нужно вычислить, о ком идет речь и понять причину страха. Фарух, пожалуй, эта версия ближе всех к истине. Что ж, отправляемся. По крайней мере, теперь мы знаем, куда нам нужно спешить. Сила в единстве! Сынок, а почему ты не хочешь продолжать заниматься дома? Разве тебе плохо? Мама, мне хочется общаться с ребятами. Я думаю, что пока сижу дома, пропускаю что-то очень важное. Улухбек, к тебе приходят очень хорошие учителя. Что ты можешь пропустить? Твое внимание ничто не отвлекает. И, по-моему, у тебя очень хорошие результаты. Да, конечно, мама. Но я не об уроках говорю. Есть же еще что-то помимо занятий. Праздники, например, общие игры и интересы ребят. Я понимаю, милый. Ну, давай я подумаю, что можно сделать. Слушай, я тут встретила председателя Махали. И она передала мне вот это. А что это? Это заявка на участие в фестивале детского творчества в региональном туре. Я подумала, что мы могли бы отнести туда и твои работы. Что скажешь? Ну, что вы. Какой из меня художник? Да нет, я не готов. Не стоит, мам. А что такого? Разве ты плохо рисуешь? Или думаешь, что на фестиваль приедут только мастера? Там будут такие же ребята, как и ты. Угу. Ты, конечно, знаешь лучше. Но, по-моему, у тебя отличные работы. Если передумаешь, заполни анкету сегодня. Завтра последний день приема заявок. Ладно, я пойду в Махалю, там собрание жильцов. Угу. Послушаю, какие новости. Не скучай, я ненадолго. А это здесь? Да, да, это их окна. Что ты собираешься делать? Из чего ты решила, что помощь нужна именно этим ребятам? Мадина, смотри, по всему городу развешаны объявления о предстоящем фестивале и отборочном региональном туре. По всему городу баннеры. А этим двоим есть чем гордиться. Они оба очень талантливы. Мы же наводили справки. Ну да, ты прав. А что может быть лучше, чем проявить себя? Да, талантливы могут быть ребята, у которых есть проблемы со здоровьем. Но они в этом не виноваты. Так? Ну так. А почему именно Улукбек и Зульфия? Потому что они те немногие из всех ребят в городе, которые не подали заявки. Ты же видела, что творится в Центре творчества. Там не придолкнуться. И все ребята готовятся к отборочному туру. Да, поэтому этим двоим надо помочь. Разум дал нам подсказку и браслеты привели нас на эту улицу. Все совпадает. Это адрес Зульфии и Улукбека. И все-таки, суть плана я не уловила. Зачем нам снимать Зульфию на видео? Не просто Зульфию, а то, как она поет. Она же все равно тебя не видит. Все, кто слаб зрением, сильным слухом. Все, не мешай, тише. Эй, вот она вышла. Тихо. Ребята, я, кажется, поняла, что задумал Фару. И это отличная идея. Мы сами подадим заявку от имени Зульфии. И отправим на конкурс ее видео. Напишем, что по причине здоровья она не может явиться на конкурс. Ведь условия фестиваля это позволяют. И это очень здорово. Шанс есть у всех. Ну ладно, а дальше что? Самое сложное сделать так, чтобы она согласилась. Ведь за нее никто не сможет подписать заявку. Получается, все наши старания напрасны? Нет, я на такое не согласен. Надо придумать что-то такое, чтобы они перестали бояться. А то они будут показывать свои таланты только друг другу. Они думают, что все их засмеют. Да, для нестандартного задания нужно нестандартное решение. А вот тут ты права. Я придумала. Я знаю, что надо делать. Давайте я все расскажу. Что дальше? И вот поэтому было принято решение о благоустройстве нашего помещения и открытии при Махале образовательного центра для многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными возможностями. А что конкретно вы имеете в виду? Здесь будет организована школа для инвалидов? И они смогут заниматься в группе? Это на сегодня самый важный вопрос. И не только они. По желанию все ребята могут приходить сюда. Это будут не только занятия, а уроки, кружки. Здесь закрепляя школьную программу... Ты посмотри. ...они смогут заниматься общим делом. Например, мальчики смогут развивать логику, мастерить конструкторы или играть в шахматы. А девочки учить иностранный язык и музыку, и даже петь. О, как хорошо. Вы все знаете, образование ребенка влияет на всю его жизнь. А, вы правы, да, да, да. Ученые доказали, 50% потенциала интеллекта закладывается до 5 лет. Да, да, да. А также интересный факт. У образованных детей намного ниже риск стать преступниками. Хорошо. А какие условия вы предоставляете детям, физически прикованным к инвалидному креслу? Мы сделаем специальный вход. Удобные места. Все переоборудуем для их свободного перемещения по комнате. К тому же количество детей в одной группе будет ограниченным, чтобы не допускать столпотворения. Угу. Угу. Ты посмотри. В разные часы они могут посещать занятия по душе и общаться между собой. Это на сегодня самый важный вопрос. Значит, эти занятия будут стоить дорого. Ведь предметы специализированные? Вовсе нет. Мы договоримся с педагогами, которые сейчас работают с ребятами на дому. Часть занятий они будут проводить в центре. А, хорошо. Очень хорошо. Да, хорошо, очень хорошо. А, когда центр начнет работу? Надеемся все обустроить к сентябрю, чтобы после летних каникул ребята с ограниченными возможностями пошли бы в школу, как и все остальные. А кружок рисования тоже будет? Да, конечно. Я уверена, что Улакбеку будет очень интересно. Я думаю, что он и сам позанимается с маленькими детьми рисованием. Это очень хорошая новость. Мой сын действительно хочет общаться с ребятами и даже просится в обычную школу. А теперь это будет отличный выход из положения. Спасибо вам. Будьте здоровы. Мы для детей должны сделать все возможное. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хорошо, что вы есть. Итак, мы впервые приняли такое нестандартное решение. С помощью браслетов мы перемещались в разные города. Но сейчас мы отправляемся в новое, неведомое нам измерение. Измерение подсознания. Браслеты помогут нам не потеряться в чужом подсознании. Главное сделать все, о чем мы договорились, точно и верно. Мы не имеем права на ошибку. Есть вопросы? Есть. Как мы вернемся обратно? И где встретимся? Да, я лично не хочу застрять у кого-нибудь из ребят в голове. Леша, не говори ероды. На нас наши браслеты. Они не дадут нам потеряться. Верно, Маржан. Итак, главное не снимать браслеты ни при каких обстоятельствах. Ребята, когда миссия закончится, мы окажемся здесь все вместе. Ясно? Наша сила в единстве. Она постоянно с нами. Она вернет нас обратно. Сила в единстве. Прекрасный рисунок. Спасибо. А что вы такой грустный? Я тоже всегда мечтал научиться рисовать. Но у меня нет такого таланта. И я боюсь, что у меня никогда не получится. Вы что, боитесь учиться? Я опасаюсь, что я не смогу научиться. А вот ты, ты мог бы мне помочь? Я? А чем? Ты мог бы научить меня немного. Помочь мне разобраться в технике, рисунке. И тогда я пошел бы учиться. И никто бы не смеялся надо мною. Помоги мне, пожалуйста. Знаете, по-моему, вы больше боитесь насмешек. Я тоже, когда хожу на костылях, всегда боюсь. Не того, что упаду, а того, что меня засмеют. Так получается, ты мне поможешь или нет? Да, конечно. Главное ведь понять, что ты сможешь удержаться. То есть сделать все, чтобы избежать падения. Давайте я покажу вам, как делать наброски. Их делать гораздо легче, чем сразу писать картину. Конечно. Мне до тебя, ох, еще как далеко. А по-моему, у вас есть талант. Просто вы не пробовали сделать первый шаг. Да, вот теперь кажется, что мне не страшно идти учиться. Кто здесь? Здравствуй. Не пугайся, меня зовут Мадина. Я просто услышала, как кто-то красиво играет. И пришла посмотреть и послушать. Можно я посижу? Ты не против? Не знаю, как я здесь оказалась, но мне давно хотелось побывать в музее. Здесь повсюду музыка. Я прикасаюсь к предметам. Они здесь повсюду. И тут кругом инструменты. Настоящие, старинные. Так здорово. Мне здесь очень нравится. А ты, что ты здесь делаешь? А я? Я пришла сюда спрятаться от всех. Я думала, что музей тихо и никого нет. Меня зовут Мадина. А что случилось, Мадина? Не знаю. У меня не получается найти себе друзей. Просто мне не интересно ни с кем общаться. Поэтому дружить ни с кем не получается. А что, ребята все такие плохие? Или тебя кто-нибудь обидел? Да нет. Просто они все какие-то не такие. Я не вижу тебя. Я не могу видеть. Но я слышу, как бьется твое сердце. И мне кажется, что оно случит абсолютно так же, как и у всех остальных. Может, ты просто боишься признаться себе в том, что ты такая же, как и все. И пока не стала особенной. Как это? Я абсолютно уверена в том, что люди просто по желанию не могут объявить себе и всем остальным, что они особенные. Особенными их делают не поступки или талант, а еще труд и, конечно же, доброта. Значит, ты думаешь, что я бездарная и злая? Нет. Ты очень добрая и хорошая, но слишком гордая. И поэтому никого к себе не подпускаешь, чтобы никто не узнал тебя близко, не узнал, что ты такая же, как и все. В хорошем смысле этого слова. А если я буду открытой людям, я смогу с кем-то дружить? Конечно. Я думаю, будет достаточно одного смелого и доброго поступка. Например? Сделай что-то, чего ты ни разу не делала в жизни из-за своей гордыни. Старушку через дорогу перевезти. Ты об этом? Можно и это. Но лучше просто сама подойди и начни общаться с ребятами. Я уверена, они тебя не прогонят. Сделай первый шаг сама. Мне подходить первый? Да зачем они мне? Но ведь тебе одиноко. Из-за твоей гордыни никто к тебе не приближается. Сделай первый шаг, и ты увидишь. Все изменится. Ты думаешь? Конечно. Когда я только собираюсь петь, вокруг меня царит абсолютная темнота и тишина. Но стоит коснуться струн, как тут же тишина исчезает и начинается музыка. Она льется. Постепенно исчезает одиночество и тишина. А вместо полного мрака вокруг возникают узоры и образы, которых никто не может увидеть, кроме меня. Я начинаю петь, и все оживает. Я первая зову свет радость. И они приходят. Может, ты и права. Если честно, у меня тут экскурсия с классом, а я специально отстала от своих. Пойду догоню их. Может, получится найти общий язык с кем-нибудь. Только мне очень страшно. Ты бы не могла играть и петь погромче. Тогда мне будет совсем не страшно. Конечно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, ты такая взрослая, а боишься, я вот тоже боюсь Ну что я могу поделать? Вон, ты же боишься выйти в комнату страха, а я вот жутко боюсь высоты Я же говорил, это пустая затея, лучше бы пошли мороженое поели Я думал, ты не трусиха, а ты, а ты и сам лучше как будто бы Ребята, вы чего ссоритесь? Посмотрите, здесь так красиво Я хотела бы покататься на всех аттракционах, но у меня нет компаний Легко сказать, мы вот жутко боимся высоты Слушай, а поехали вместе с нами, а то мы боимся Пожалуйста У меня жетонов нет У нас есть жетоны, правда мы боимся Ну тогда пошли? Что-то я... Ээээ... Идите без меня Ну вот опять, нужно перебороть свой страх Не ссорьтесь, давай мне руку И закрой глаза, а то вам урок упаду Открой глаза, не бойся, не смотри вниз Лучше по сторонам смотри Какая красота! Ой, как красиво Я никогда не видела крона деревьев так близко Здесь так здорово, хоть и немного жутко Вот, видишь? А ты боялась Страх нужно побеждать Ух, а жду захватывает Ну ты даешь Смотрите, люди такие маленькие и крошечные А машины как игрушечные Город стал таким крошечным Лукбек, ты тут? Да-да, я здесь Так темно, ничего не вижу Оказывается, это так страшно Я с тобой, не бойся Дай руку Здесь есть выход Я его не вижу Кажется, здесь ничего нет А где мы вообще? Я не могу понять Надо искать выход Время пришло, пора Эй, есть тут кто-нибудь? Кто это? Мы здесь Кто ты? Как ты здесь оказалась? И что это за место? Отсюда невозможно выбраться в одиночку Все пути перекрыты Кто их закрыл? Я не знаю Их лиц не видно Они даже слушать не хотят Им не нужны наши просьбы А зачем мы им нужны? Им никто не нужен Им просто все равно на нас Ну тогда давайте Попробуем вместе пройти Хорошо, идемте Что вам нужно? Мы не сдадимся И не уйдем никуда Пока вы нас не выпустите Кто бы вы ни были Мы сильнее вас Мы вас не боимся Кто бы вы ни были Мы сильнее вас Я вас не вижу Но я знаю Что мы сильнее вас Потому что мы заодно Я понял Пароль к свободе Наша сплоченность Да, да, правильно Убирайтесь Нас ничто не испугает Потому что мы вместе И не предадим друг друга Нас не сломить И мы верим в себя И верим друг другу Мы больше ничего не боимся Ну вот Все страхи побеждены Теперь Можно идти на встречу Своей судьбе Гордо и уверенно Ой Ой Уснул мой хороший Ой Я уснул Утомился, наверное Мама Вы знаете Я себя странно чувствую Ты не заболела? Нет Я не об этом Мне как-то светло И легко на душе Как будто я освободился От чего-то Значит Это был хороший сон Да Это был хороший сон Ну и замечательно А у меня для тебя Приятные новости Ты будешь ходить на занятия Вместе с ребятами Ух ты Здорово Правда, мама? Да При Махале Открывают специальный Образовательный центр Учиться надо всем И самое главное Необходимо Качественное образование Я даже тете Зухре Посоветовала Пусть своих внуков Тоже приводят Ей сложно им Книжки читать А заниматься С детьми Надо Там и распорядок Дня установят А ходить с тобой В центр Будет папа Я с ним уже поговорила И он с удовольствием Согласился О, здорово Мама, я вас Очень сильно люблю А я тебя больше Сыночек мой Пойду накрывать На стол Скоро будем обедать Ой Решился все-таки? Да Я больше не боюсь И не сомневаюсь В том Что должен заниматься Любимым делом И делиться своим творчеством С другими людьми Мне это нужно Я давно этого хочу И теперь мне не страшно В этом признаться Самому себе Ну и молодец Сынок Я очень рада Что ты решился Правильно Сейчас Девочка, моя дочка Тебе пришли Спрашивают тебя Проходите Проходите Пожалуйста Здравствуйте Кто вы? Здравствуй Я из оргкомитета Фестиваля детского творчества Вот ваша заявка Мы рассмотрели ее И приняли решение Одобрить ваше участие В отборочном туре Но вы забыли Поставить подпись Ой, девочка моя Трудно поверить Радость-то какая Кто подпись поставит? Да-да Конечно Покажите где нужно Ну надо же Давайте я распишусь Пожалуйста Спасибо Желаю тебе удачи На фестивале Да, спасибо Спасибо вам большое До свидания Сейчас я провожу Алло Привет, Лукбек Что? Правда? Я тоже Ты не поверишь Но я и сделала это Да-да Как во сне Я знаю Что это не сон Во сне Я уже преодолела Все преграды Оооо ПЕСНЯ 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 Спасибо вам за ответы С возвращением! Мне хочется узнать, что скажете о вашем задании Я очень проникла с судьбой этих ребят И очень рада, что мы сумели им помочь А мне понравилось задание Благодаря ему я понял, что все люди разные Но это и является главным достоинством каждого человека Да, быть непохожим на других – это тоже положительная черта Индивидуальность – это то, что помогло из Дольфе и Лукбеку победить самих себя А ведь в душе они сильные и творческие личности Я теперь тоже думаю, что отличаться от всех не так уж и плохо Пусть твое мнение не похоже на другое Но оно только твое, и это главное Согласен, я лично всегда знал, что нужно смело идти к заветной цели И верить в себя Теперь эти ребята будут поступать так же И мне кажется, это очень хорошо Вы все абсолютно правы Внешность человека, его индивидуальность, уникальные, не похожие на остальных свойства характера И многое другое, даны ему с рождения И жизнь каждого из вас должна быть счастливой Полной ярких красок и добрых намерений Стесняться себя не должен никто Ведь в каждом человеке живет частичка солнечного света и тепла Которые можно дарить окружающим, а взамен получать от них тепло Я благодарю вас за прекрасное выполненное задание Победа над собой Одна из самых достойных и уважаемых побед на свете Поздравляю! Ваша миссия выполнена! А теперь по домам Раз, два, три! Бабуль, а где вы были? Да вот была у соседки Та передала мне этот конверт Бабуль, а можно прочесть? Конечно Здравствуйте, многоуважаемая Зарифа Исмаиловна Сообщаем вам о том, что вы приглашены на фотосессию Женщины Востока Она будет посвящена Дню Города По случаю которого и откроется выставка «Знакомые лица» Бабуль, это же здорово! Ваш портрет будет висеть на выставке! Нет, внучок, что ты Я уже соседке Матлиби сказала, что это глупости для молодых Почему, бабуль? Да стесняюсь я Ну, я и не патогеничная совсем Зачем мне это нужно? Засмеют меня все Вот Есть над чем поработать Режиссер-постановщик Андрей Африн Оператор Руслан Сулейманов Художник Фуркат Кучкаров Редактор Назиха Камалова Композитор Виктор Хамдамян Звукорежиссер Маруф Пазылов Режиссер Шахноза Серожидинова Директор картины Марина Саркисян Сайт телесериала www.kuch.us Производство кинокомпании «Кинопром» по заказу Детского фонда ЮНИСЕФ 2014 год